Девятнадцать миллионов школьников и студентов по всей России начали новый учебный год. Кто-то долго ждал встречи с однокурсниками, для других это только начало интересной и насыщенной студенческой жизни. В нашей студии исполняющий обязанности ректора РГУ имени Сергея Есенина Алексей Зимин. Первый вопрос, как прошла линейка, была не очень хорошая погода, помешала или нет? Традиционно линейка первокурсника у нас проходит под крышей, как правило, и наша линейка в этом году не стала исключением. Мы проводили ее в Рязанской филармонии, и, как обычно, все желающие первокурсники и их родители смогли посетить это торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний. Как правило, как всегда, на торжественном собрании было представлено руководство университета, первокурсников поприветствовали, проректоры, деканы факультетов, директора институтов, председатель, ответственный секретарь приемной комиссии. Соответственно, все пожелали успешной учебы, поприветствовали их вхождение в семью нашего университета, сказали о том, что университет в следующем году будет праздновать свой вековой юбилей. Кто-то идет по своему желанию, ему хочется именно эту профессию получить, кто-то по совету родителей, у кого-то обстоятельства, чтобы работать дальше. Пообщаться успели? С какими-то абитуриентами, конечно, на этапе, когда они еще определялись, куда подавать заявление, но состав приемной комиссии нашего университета сформирован так, что, конечно же, у нас достаточное количество специалистов и профессионалов, которые общаются и с родителями, и с абитуриентами на этапе подачи заявлений, помогают им вместе определиться туда, куда им было бы интереснее подать заявление, где бы им было интереснее учиться, и, конечно же, пытаются стать проводниками их на этапе поступления в университеты, так как процедура в сегодняшних условиях достаточно сложная. У вас очень сильное направление иностранного языка, мы об этом знаем давно. Сложности какие-то есть с тем, чтобы люди адаптировались, приезжие ребята из других регионов, чтобы они немножко привыкли? Может быть, даже поначалу элементарно запомнить, где что находится, сходить вместе в супермаркет? Говорят, что этот поход незабываемое впечатление оставляет. Ну, на самом деле, традиционно в нашем университете к первокурсникам особое внимание уделяется. И, опять же скажу, традиционно мы предоставляем им некий путеводитель первокурсника, где, конечно же, представлены вся та необходимая информация, которая им потребуется на начальном этапе обучения и пребывания в нашем университете. Это и схемы расположения корпусов, это и все необходимые телефоны, фамилии, имена руководителей, деканов, директоров институтов. И вся необходимая информация, маршруты, троллейбусов и прочее. Поэтому мы надеемся, что адаптация наших первокурсников из других регионов, она пройдет достаточно мягко. И, конечно же, мы стараемся в том числе использовать так называемую школу тьютеров. Это наши старшекурсники, пятикурсники-тьютеры. У нас много помощников, действительно. Да, 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 которые с первого же дня начинают работать с нашими первокурсниками и как раз помогают решать им все те бытовые сложности, которые у них могут возникнуть на начальном этапе. Поэтому я считаю и я думаю, что все первокурсники в этом отношении максимально обеспечены информацией. Общежитие готовы к тому, чтобы принять большое пополнение? Да, практически в полном объеме. Есть у нас определенные моменты, связанные с ремонтом. Да, у нас сейчас идет ремонт на одном из этажей нашего общежития в Кальном. Но это никак не сказывается на процессе заселения. И все желающие в этом году были обеспечены общежитием. Есть ли беженцы из Восточной Украины? Мы снимали школы во время линейки. Мы видели, что ребята волнуются, волнуются родители. Наверняка у вас похожа ситуация. Да, у нас, если говорить об особенностях этого года, то, да, одной из особенностей является то, что у нас есть беженцы из Восточной Украины в том числе. Пять из них уже являются студентами очной формы обучения. Еще часть студентов были зачислены буквально в последние дни, вот 30-31 числа, на заочное отделение, которое также сдавали экзамены. И, конечно же, мы стараемся обеспечить максимальный комфорт и удобство в их пребывании, как в стенах университета, так и вне стен университета. То есть бытовые трудности помогаем им грешить на всех этапах. А какие основные сложности были у них? Может быть, недостаток знаний, документов, чего-то еще? Вы же принимали их чуть-чуть по-другому наверняка? Значит, по приему абитуриентов из Восточной Украины, при приеме мы руководствовались законом о соотечественниках, проживающих за рубежом. И они имели практически все те права и поступали на тех же основаниях, на которых поступают наши абитуриенты из России. И с одним лишь отличием, что они не сдавали единый государственный экзамен, а они сдавали внутренние вступительные экзамены. И, наверное, самым главным или одним из основных ограничений при работе со студентами, с абитуриентами из Восточной Украины, было, конечно же, не всегда укомплектованные документы или оригиналы этих документов. И поэтому, конечно же, приходилось где-то это учитывать и, соответственно, более гибко подходить к приему. Ну а Министерство образования и науки Российской Федерации постоянно эту ситуацию укурировало и давало нам определенные разъяснения, помогало нам в этом отношении. И я думаю, что мы с достоинством справились с этой ситуацией. Морально они успели привыкнуть к тому, что они в другом городе? Да, большинство из них к этому уже адаптировалось. И, конечно же, наверное, пройдет какое-то время, когда они полностью смогут воспринять эту ситуацию. Но мы стараемся здесь максимально им помогать в этом отношении. И, конечно же, с точки зрения подготовки к учебному году, мы многим из них содействуем с точки зрения обеспечения их канцтоварами и так далее. Потому что и в том числе и в этом сложности у них бывает. Но я думаю, что совместно мы это все сможем решить. Студенты вообще народ очень активный. Ваши, наверное, в первую очередь очень ребята разносторонние, масса направлений. Чем порадует новый учебный год? Уже буквально пару дней в бой? Да, ну, если говорить о новшествах в новом учебном году, то с точки зрения учебного процесса мы открыли в этом году целую серию новых профилей педагогического образования, как правило, с двумя профилями подготовки. Такие, как биология и география, математика и физика, физика иностранный, английский язык, общество знания, английский язык. И все эти направления, они сразу же стали востребованными. Так как нехватка педагогов, особенно в школах в сельской местности, в районах области, она действительно ощущается. А когда педагог имеет два профиля, то есть он имеет возможность считать две дисциплины, конечно же, этот педагог становится вдвойне привлекательным для школы. И в этой связи, конечно же, нам очень приятно, что в целом в этом году педагогическое образование было достаточно востребовано. И многие места на педообразовании были заняты еще целевиками, то есть уже по целевому направлению школы направляли нам абитуриентов. И мы надеемся, что, собственно говоря, эти же школы будут удовлетворены теми студентами, которые через 4 года, через 5 лет будут выпущены и, соответственно, пойдут к ним преподаватели. Помимо этого, есть ряд магистрских направлений, которые были открыты в этом году. Это на, естественно, географическом факультете, такой профиль, как органическая химика и ботаника, на факультете русской филологии и национальной культуры, общественно-политической журналистики, как раз близкий профиль вам. И с 2011 года успешно работает магистратура по теологии, тоже достаточно такому уникальному направлению для Рязани и для нашего университета. На все направления практически есть бюджетные места. И, конечно же, мы надеемся, что вот этот вот второй уровень образования высшего, он станет востребованным в ближайшее время среди студентов. Но и в то же время работодатели смогут принять активное участие в подготовке магистрантов уже конкретно под свои задачи. Учиться становится на самом деле все сложнее, но в этом, опять же, плюс. Это значит, мы хороших специалистов готовим к будущей профессии. Я бы хотела, чтобы вы что-нибудь пожелали студентам и успокоили родителей, все будет хорошо. Ну, если говорить о том, что учиться сложно, наверное, родители абитуриентов, они помнят, что в свое время действительно высшее образование давалось определенному ограниченному кругу людей. И процент людей, получающих высшее образование, в свое время достигал максимум 20%. Сейчас, конечно же, высшее образование более широко распространено, но качество подготовки специалистов от этого страдать не должно. И поэтому, когда мы начинаем говорить о сложностях процесса обучения, то мы должны помнить о том, что тяжело в учении, легко в бою. И чем сложнее или чем труднее студенту обучаться в университете, тем проще ему будет потом в дальнейшей жизни трудоустроиться и, соответственно, найти свою дорогу и показать себя в реальной жизни. Ну, а если говорить о родителях, то я еще раз говорю, что мы прикладываем на сегодняшний день все усилия для того, чтобы адекватно реагировать на те знания абитуриента, с которыми он к нам приходит. Стараемся подтягивать эти знания к тому уровню, который необходим для подготовки в нашем университете. И, конечно же, стараемся держать марку по качеству образования на всех этапах. Спасибо вам за эти 10 минут. Я желаю всем студентам хорошего учебного года, плодотворного. А это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова